Всем привет, у нас Хардстоун, потасовка под названием Клонбол. Так, потасовка уже такая много раз была, не знаю кого взять, кого взять можно. Давайте магу, как всегда. В чём смысл потасовки? Нам дают целую заполненную руку легендарных существ, но при этом каждое легендарное существо имеет плюс три копии. То есть, ну, то есть в общей сумме получается четыре. Довольно странное, конечно, решение, но почему бы нет. Главное, чтобы нам, хранители истории, чё не пришли, нет пеглы, иначе ГГВП. Но я думаю, нам такую хрень не дадут, максимум какого-нибудь хранителя истории, и всё. Гневёнка, ну, в принципе, ладно. Блин, какие-то все здоровые. Ладно, пятёрочку оставлю на всякий случай. У нас хотя бы плюс... Плюс-плюс-плюс маны дадут, нет? Я помню, здесь ещё карта должна быть, которая понижает стоимость легендарных карт. Вот. Ваше следующее легендарное существо и все его копии будут стоить на три маны меньше. Вот, да, вот про это я и говорил. Можно, в принципе, принца Малчезара, наверное, уменьшить. Как раз пойти. В принципе, на второй ход 5-6 нормально будет. Угу, он что-то уже ставит. Ё-моё. Ну, у него, наверное, тоже принца Малчезара... А, нет, смотри. Ну, в принципе, не так страшно, у Рагнаросик пришёл. Да, Рагнаросика бы, конечно, поставить так. По-быстрому. Наверное, в лицо сейчас пойдёт. Потому что, ну, смысл ему как бы размениваться. А мне придётся разменяться. Да, вот это уже хреново. Так, то есть, она каждый ход у нас, да, получается, даётся? В принципе, можно вот этого. Гнолл мне не помешает. Ладно, давай так и сделаю. Как раз сейчас закроюсь, ему всё равно придётся гнолла убивать. Мы, как минимум, ещё ход поживём. Сейчас посмотрим, что он поставит. Там, по-моему, вот эти карты, они же каждый ход, получается, даются. И, то есть, у него сейчас две таких карты, наверное. Он просто может сейчас минус 6 маны сделать. Нет, он что-то ничего не пошёл. Это, кстати, хорошо. У нас сейчас опять появится гнолл. Мы, в принципе, тоже ход пропускаем. В любом случае, если он сейчас как-то обойдёт гнолла или что-то такое сделает. Хотя, я не знаю, как он это сделает. Мы пингом его добьём. Но это, по-любому, не пригодится. Так, ясно, вот это уже хреново. Хотя, нет, хорошо, что я его, кстати, пинганул. Потому что, если бы было не так, он бы его разобрал. У него был как раз две хп-шки было, и сейчас две атаки он поменялся. Так, мы, получается, органароса можем поставить, да? Ну да, получается органаросика можно. Почему вы, собственно, и нет? Попробуем вот так сделать. Давай, втошли. Хорош. Рагнарос на поле, это вообще просто замечательно. Сейчас будет его легендарки ток-так убивать. Плюс ещё гнольчик со своими маленькими чувачками вот этими. Точнее, дробитель с гнольчиками. Главное, чтобы у него органароса не было, потому что он может моего убить, и будет очень плохо. Так, вот это неприятно. Сейчас, если рагда промажет, это капец. Ну ладно, тут у нас стеночка есть, можно как-то выжить. Ой, ещё органарос пришёл, это хорошо. В принципе, можно топить в лицо. Сейчас ещё одного рагну поставим. А, ну, даже так. Блин, всё равно выжил, а? Да не говори, вот повезло тебе. Ну ладно, он всё равно сдох. Чё там, 1 хп. Он даже сейчас сам разменяется в 4-5, да и всё. Ах ты, гля, смотри как сделал, неплохо. Но это реально неплохо. Ну, ах ты, у него ещё один грул. Но в любом случае, я не думаю, что это вот прям так спасает. Мы сейчас тупо всё в лицо пойдём. Сейчас рагна в лицо, и мы победили. Изи. Довольно быстро, конечно, получилось, но... Почему бы и нет? Так, пак. Где у нас пак? Тут. Чём-то интересненькое, надеюсь, выпадет хоть разочек. С потасовочки. Нет, нихрена не выпало. Как всегда, 40 были. Не знаю, у меня с потасовки они постоянно падают. Спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на YouTube-канал. Всем до встречи. Всем пока. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!